Друзья, всем привет! Это Кэп у микрофона. Сегодня, нежданно-негаданно, вышел очередной девлог по Столуншарду. Теперь он посвящен экономике, изменениям в системе контрактов, а также появлению особых ситуаций в городах. Интересно, новые фишки на самом деле придется смотреть до конца, потому что контент раскрывается постепенно и сразу по всем рассказе в двух словах никак не выйдет. Поэтому поехали смотреть на девлог, смотреть, что же нам нового приготовили разработчики. Сразу скажу, что уже в следующем девлоге разработчики раскроют дату релиза следующего крупного контентного обновления, поэтому следующий девлог будет, соответственно, последним перед финальным обновлением, ну или перед грядущим обновлением, сказать правильнее, да? Да. Итак, поехали. Не будем же тянуть кота, что называется, зад причиной места. Что нам пишут разработчики? В этом девлоге мы поговорим про три последних крупных нововведения в грядущем обновлении Rex to Riches. Обновленная система контрактов, экономика, а также ситуации в поселениях. Начнем, в общем-то, с контрактов. Контракты. Изменения коснулись того, что все аспекты системы этих самых контрактов, начиная от списка заданий до различных QOL улучшений, от Quality of Life улучшений, собственно говоря, претерпели изменения. При работе над типами контрактов разработчики уделили большое внимание снижению их репетитивности, то есть повторяемости. Раньше почти все контракты соотделились просто к убийству боссов и в подземельях, или же возвращению кого-либо предмета из сундука босса. В Rex to Riches большинство контрактов были заменены на новые, а оставшиеся значительно доработанные, получив, соответственно, новые механики. Здесь, кстати, на скриншотике видно новый кусок подземелья, улучшенный, более детализированный, с лучшим освещением. И видно, что это не просто сундук, который стоит в конце данжа, а специальный пьедестал, на котором располагается, кажется, запретный гримуар. Я могу ошибаться, как он правильно называется, но кажется, это именно он. Вот, то есть, как вы сказали нам о том, что у нас будет, помимо того, что были старые контракты, их полностью перерабатывают, чтобы они были более увлекательными и динамичными. Ну, в плане того, что они должны быть интересны для прохождения, в первую очередь, да? Вот, а второе, это то, что контрактов станет больше по этим, новые, которых раньше не было и по типу, и по смыслу. Плюс ко всему, заменяемость контрактов, она будет более вариативной. То есть, не будет такого, что у нас будет в каждом городе один и тот же контракт, по сути. Они будут меняться, что хорошо. Это первые важные вещи. Дальше, вот пишут как раз-таки, на самом деле, интересную информацию, касаемо того, как поменяли старый контракт. Например, контракт, связанный с фолиантами в скрепе, теперь усиливает нежить во всем подземелье, а их уничтожение, соответственно, ослабляет этот эффект. То есть, по сути, приходя в данж, вы будете иметь вот что. Пока фолиант в данже цел, пока вы его не разрушили, вся нежить в этом данже будет получать значительные усиления. То есть, их убивать будет сложнее. Поэтому, в идеале, конечно же, будет необходимо найти место расположения фолианта как можно быстрее, уничтожить его только после этого. Чистить подземелье, потому что это будет экономически выгоднее, очевидно. То есть, вы меньше тратите затрат на медицину, на расходники какие-то, да? В конце концов. Поэтому, надо будет искать, в первую очередь, эти самые цели контракта, чтобы сделать сопряжение легче. Ну, по возможности, опять же. Я понимаю, что у нас система генерации подземелья рандомная, и как бы найти точную точку с первого раза, наверняка, не всегда получается. Например, у меня вообще никогда не получается это сделать. Дальше. Запретный гримуар. Это еще один блоквест, как раз тоже связанный с нежитью. Дальше. Что пишет, интересно. Запретный гримуар теперь необходимо будет вынести наружу. Но это не так просто, потому что он получил ряд неприятных свойств, которые делают это самое вынесение гримуара наружу подземелья. Это сложная задача. Скорее всего, я так предполагаю, гримуар будет получать какие-то дебафы. То есть, как только ты, получается, берешься гримуаров в инвентарь, получаешь кучу дебафов. Или же, возможно, из всех комнат подземелья на тебя, знаешь, как вот по зову, не знаю, какого-то невидимого голоса, будут сбегаться все они, и все оставшиеся в живых враги, которые есть в подземелье, чтобы на тебя напасть и сделать его жить сложнее, очевидно. Либо же, возможно, даже, не знаю, такая очень страшная ситуация, когда, возможно, тебя просто будут подспавнивать дополнительных врагов или появляться какие-то призраки. Ну, типа, вариантов много, но, скорее всего, это просто будет какие-то сильные дебафы, которые будут проседать усиленно, просаживать твою мораль, рассудок, скорее всего, будут влиять на характеристики. Возможно, это будет что-то связанное с вытеканием маны, хп и так далее. Ну, короче, вариантов, на самом деле, очень много. Возможно, какие-то кровотечения будут случайным образом открываться, но просто потому, что ты тащишь какой-то проклятый предмет и так далее. Ну, в общем, возможностей много, чего здесь можно от намутить, и это уже так просто не перескажешь, конечно же. Дальше, контакт, например, который у нас был, назывался источник порчи в катакомбах. Это нужно было, помните, разломать специальный фонтан такой, ты его ломаешь, и контракт завершается. Это, опять же, касалось нежицы, да. Вот, его вот как переработали. Прежде чем мы сможем подобраться к месту хранения оскоренной реликвии, нам потребуется уничтожить несколько хорошо охраняемых алтарей. То есть, помните, тоже был момент с тем, что алтари располагались в разных частях данжа. Их было три штуки, их нужно постепенно нажимать и тем самым уничтожать. Тут то же самое будет, но одно заметное изменение. Эти алтари будут очень хорошо храняться. То есть, просто так к ним не подберешься, и нужно будет затеивать прям серьезные драки. А учитывая то, что данжи в новом обновлении станут толще, вот если вы сейчас посмотрите, я не очень понимаю. Не совсем непонятно. Здесь все-таки две клетки в проходе, или же одна. Ну, по-моему, даже три, слушай, да? А ну-ка, можно как-то поставить на паузу? Да, есть три клетки. Короче, большая дверь, три клетки в проходе. Блин, нифига себе. Тут будут сложные драки, особенно что касается магов. Ну, теперь опять же, играть станет интереснее. А учитывая то, что врагов станет больше, и они будут сложнее, то... Блин, боевка поменяется в очень интересную сторону, друзья мои. Контракт получили, опять же, некоторые последствия. То есть, то, что будет влиять непосредственно на жизнь в поселениях, и давать некоторые особенные эффекты, положительные и отрицательные. Провальные контракты будут проводить, как гарантированно добавлению в соответствующем подземелье, усложняющих модификаторах, а также вероятном возникновении особых ситуаций в подземельях. То есть, если вы провали контракт, у вас, во-первых, в подземелье накладывается негативный модификатор, который будет приводить к тому, что следующее прохождение этого данжа, или текущее, будет усложняться, дополнить, то есть, это, возможно, будет усиление дамага, увеличение количества хп, возможно, и то, и другое. Возможно, это будет касаться повышения тира тех самых врагов, или увеличение их количества, в конце концов. То есть, варианты также масса, но, опять же, это понятно, что все будет идти в сторону усиления врагов, усложнения прохождения данжа и так далее. Это прикольно с вами, потому что раньше такого не было, и у нас просто была всегда плоская ситуация, просто пришел, увидел, победил, что называется, да, как бы особой разницы между прохождением данжа не было, как таковых, ну, только, может, плюс-минус, там, встретишься мелкими на то, что враги могли немножко поменяться от генерации к генерации, и все. Теперь же ситуация меняется. То есть, если провалили контракт, данжи усложняются. Дальше. Вероятное возникновение основных ситуаций в поселениях появляется. О них мы расскажем немножко позже, в конце этого деблога. Да, я уже читал, я уже это видел, в общем-то, пока не буду тоже забегать вперед, но это также, как я и сказал, будет влиять на ситуацию в семи городах, и в хорошую, и в плохую сторону, в зависимости от того, выполнили в контракт, или же его провалили. Вот. Что пишет еще интересного? С временем выполнения заданий сделать округу безопаснее. То есть, вокруг, вокруг города, все, что касается форпостов, возможно, все, что касается дорог близ города, и, в общем-то, самого города в том числе, позволяя стекаться туда с собирателем, паломниками, и борящим торговцам. То есть, выполняя контракты успешно, вы будете также увеличивать шансы на то, что у вас в городе появятся более интересные представители торговых профессий, или же, возможно, каких-то интересных, уникальных NPC, с которыми у вас будут особые взаимодействия происходить в игре. Вот. Ну, например, видно на картиночке сейчас на гибке то, что в город прибыли паломники. Я так полагаю, что они, скорее всего, могут купить, возможно, какую-то особую медицину первую и получить, соответственно, бафы, благословления те самые сильные. И, возможно, появится что-то еще о чем. Мы не знаем. Возможно, какие-то квесты появятся мелкие, с ними также связанные. Не знаю, сложно сказать пока что. Контракты теперь не бесконечно ждут момента, когда персонаж захочет за них взяться. В RxToriches они регулярно будут обновляться, что эмулирует их выполнение другими наемниками. То есть, сейчас, давайте так. Если... Да, ну, как же, давайте прочитаю, и просто вы поняли. При этом подобные контракты могут быть как успешно выполнены, так и провалены на фоне, пройдя к тем же последствиям, что и при их выполнении или провале вашим персонажем. То есть, что это значит? Сейчас, если вы приходите в город, и вы квесты не выполняете вообще, не берете никакие контракты, то система, игра самоэмулирует ситуации, что якобы приходит другой наемник, берет также эти самые контракты, выполняет их, либо проваливает, и город также будет получать положительные эффекты либо отрицательные. То есть, даже если вы в этом никак не участвуете, город все равно будет жить самостоятельно в своей жизни без вашего участия. Вот. Вы можете получать бафы или дебафы, плюс ко всему, это также будет касаться данжа. То есть, якобы кто-то, пока вас нет в данже, выполнил или провалил задание, и, соответственно, наложил либо положительные, либо негативные эффекты и на данж, и на округу, в том числе на сам город. Вот такая фигня. Это очень круто. То есть, теперь вам нужно прям бежать, сломя голову, что называется, выполнять контракт как можно быстрее, чтобы вы именно контролировать эту самую ситуацию. Ну, это же круто, это прикольно, игра становится живее от этого. Дальше. В диалогах взятия контрактов появились множество новых опций, таких как позволяющих вам лучше подготовиться к предстоящей вылазке. Первое. Разработчики вернули возможность выбора нескольких доступных контрактов. То есть, сейчас мы будем приходить и брать не то, что нам дэш называется, жрите то, что дали и валите. Сейчас у нас обратно вернется возможность выбирать из нескольких возможных контрактов. Возможно, это будет 3, 5, не знаю, 8. Ну, скорее всего, будет их 3-4, мне кажется. Вот, это первая вещь. Второе. Контракт, интересно, могут контрактодатели, то есть, обычно это у нас кто, старосты деревень, смогут давать информацию касаемо размеров подземелий, его специальных условий и, возможно, особых боссов, особенностей боссов, которые их населяют. Ну, в общем-то, это прикольная штука, на самом деле. Написано, что будут намеки, которые будут описывать боссов, с которыми нам предстоит столкнуться. Но, скорее всего, это будут очень-очень такие прозрачные вещи и вполне понимаемые. Там, через пару прохождений данжи мы уже будем плюс-минус понимать, что за намеки и кого они пытаются нам писать, те самые старосты. Ну, это прикольно, это нужно, да, чтобы лучше можно подготовиться, потому что зачастую ты сейчас приходишь в данжи, особенно это касается Т-3 данжей, где появляются уже сильные вариативные боссы, на которых есть даже определенные тактики, на которых нужна подготовка, расходники и так далее. Сейчас же получается так, что, видите, приходишь, тебе говорят, что примерно то-то-то-то-то тебя будут ожидать. Ты такой, ага, я беру с собой, не знаю, допустим, дымовые шашки, сетки, капканы, не знаю, кучу речилок, ну, кучу-кучу каких-то расходников, возможно, или же беру себе какой-то скилл-билд под соответствующие данжи, возможно. То есть, опять же, это хорошее, приятное нововведение, то есть, упростить жизнь и уменьшить эту долю дурацкого роддома, который нас ожидал. То есть, ты прохожешь данжу, ты всегда не знаешь, что тебя ждет впереди. Вот. Далее. Из новых опций доступных хорошее появится возможность торговаться за цену, частью, частью получаемой за контракт репутации, или же снижением срока его выполнения. То есть, либо мы, мы можем повышать стоимость контракта, выполненного в деньгах, либо понижая количество репутаций, которым получим в выполнении контракта, либо же снижая срок выполнения контракта. Очевидно, что срок выполнения контракта интереснее звучит, потому что ты элементарно, ну, зачастую можешь быстро пойти дальше, туда сбегал, обратно вернулся, зал квеста и получил кучу денег, кучу репутации, да? Ну, то есть, репутация будет дефолтно стоять на одном месте. Если ты уменьшаешь количество времени необходимости на выполнение контракта, просто-напросто получаешь свою цену, что тоже приятно. Вот. Так что, я думаю, это будет самая выгодная ситуация, когда мы будем этим пользоваться. При должной репутации вы сможете запросить аванс. То есть, при высокой репутации в городе конкретном мы будем, сможем иметь возможность запрашивать авансы к выполненным контрактам. Но, важный момент, если мы провалим контракт по какой-то причине, либо по времени, либо по какому-то условию мы с чем-нибудь зафейлием, мы будем получать гораздо большие штрафы по репутации, очевидные, по каким-то еще по характеристикам, возможно, по ценам и так далее, соответственно, в этих самых городах. Так что, здесь нужно быть внимательным обязательно. Ну, опять же, раньше проблем у нас больших не было, сейчас, конечно, ситуация сильно поменяется с новыми данжами, с новыми врагами, с новыми, с новобоевкой, в общем, что называется, да, потому что, ну, мы раньше дрались просто в коридорах, грубо говоря, постоянно, а теперь же будем драться в открытую. И это будет сложнее, это будет интереснее. Плюс, опять же, на плане данжа также меняется, как и их вид. Вот. Это прикольно, это круто. Получение аванса, не знаю, может быть, где-то нам это, конечно, поможет, но не так сказать, чтобы это супер нужная фишка. Ну, доп функция есть, почему, в принципе, и нет. Дальше. Следующий раздел, то, что касается экономики. Большая часть этого влога посвящена именно ей. Небольшие переделки, в целом, важные глобальные, потому что раньше их не хватало, и есть даже интересные моменты, скажу сразу, так что смотрим, слушаем внимательно. Настало время уделить манию экономики. Итак, первая главная задача при работе с надэкономикой был уход от ее статичности, которая была сейчас, в сторону более динамичной среды, требующей ТРК, обращать внимание на ее внимание, обращать на нее внимание и подстраиваться. Чтобы добиться этого, разрабатчики верили новые механики, колебания цен и спрос с предложением. Колебания, это же, ну, то есть, понятно, что колебания, то есть, у нас есть определенный порог, допустим, 100 рублей, грубо говоря, за, не знаю, за нож, 100 рублей за нож, и цена этого ножа может колебаться по механике колебания, допустим, на плюс-минус 20%, то есть, нож может стоить 120 рублей, или же может стоить 80 рублей, в зависимости от ситуации, то есть, как это, это просто рандомная величина, которая ничем, в общем-то, не обоснована. Колебания имеют случайный характер, и на них, в общем-то, повлиять не может. Здесь, в общем-то, просто, как бы, это элемент неожиданности, как пишут разработчики, такой небольшой, но прикольно. В принципе, это та вещь, на которую мы, что-то в экономике простые люди повлиять никак не могут, и вообще не понимают, откуда берутся эти штуки. Дальше, механика спроса и предложения, то есть, вдогонку к тому, что у нас будет колебания, которые будут существовать сами по себе, у нас также появляется механика в экономике спроса и предложения. Спроса и предложения, опять же, довольно простая механика, все в общем-то с ней понятно. Здесь такая штука. Если вы покупаете много предметов одного типа, например, медицину, как нам привели разработчики пример, например, покупаете очень много медицины, выкупили вообще весь магазин условно там по медицине, то в следующий раз, когда обновится ассортимент медицины у торговца, вся медицина в городе, в том числе и у этого торговца, будет стоить дороже, просто потому, что вы искусственно завысили на нее, что называется, как это называется, спрос, спрос повысили, вот. Или же наоборот ситуация, если вы кузнецу продаете целую кучу оружия или брони, то у кузнецов, которые торгуют броней, да, будет понижаться цена на эту самую броню и на эти самые оружия, то есть, прикольная фичка, между прочим. Теперь имеет смысл выносить из данжи целую кучу снаряжения, просто потому, что вы это снаряжение сможете, ну, типа, знаете, там за копейки отдаете кузнецу, вот, тем самым вы повышаете предложение, этого товара у кузнеца и, соответственно, излеждаются цены, да, то есть, имея, условно, там, флуктуацию низкую, низкой ценой, плюс закидывая кучу оружия кузнецов, вы понижаете стоимость приобретения очень-очень сильно, спасибо большое, мистер Эпик Геймс, очень рад, что ты появились сейчас, до свидания. Так вот, вы понижаете сильно цену, тем самым, то есть, сами сбиваете цену, и потом, если вас что-то интересует у другого, вы можете взять по низкой цене, ну, то есть, помнили логику, прикольная штука получается. Вот, едем дальше. Некоторые категории предыдущих написано, что не будут подрежены эти механики, это касается, в первую очередь, цен на драгоценности, да, ну, там только будут колебания цен, флуктуационные, что называется, а что касается спрос предложения, то на драгоценности, обычно, цены всегда плюс-минус стабильные были, во все времена, и здесь в игре тоже будет, та же самая фигня. Так, изменяя спрос, предложения будут иметь ограниченный срок, действия, в зависимости от того, насколько сильно цены отклонились от нормы. Серьезным валом рынка, определенной категории товаров, может потребоваться до пары недель, чтобы вернуться к обычным станетам. То есть, прикиньте, вы сбили цену очень сильно у того же самого кузнеца, и ему потребуется порядка двух недель, грубо говоря, чтобы цены вернулись к норме, как минимум к норме. А две недели в игре, это довольно большой срок по геймплею, это несколько часов игры, по сути, получается. Вот такая вот еруна получается. Так, дальше. Ну, нам здесь показывают обновленную мишку торговли, появились, но у нас особые, не знаю, модификаторы, наверное, правильно называются, для торговцев. О них мы сейчас как раз таки с вами и поговорим, в том числе. Вижу, что появились какие-то тиры, не знаю, что за новая иконочка, по-моему, раньше ее здесь не было, вот, не видели на щит, написаны характеристики и прочие вещи, и плюс, ко всему написано единичка. Что бы это ни значило, но, скорее всего, это как-то относится именно к тирам, возможность самого снаряжения. Я так предполагаю пока что, не уверен, что это такое, напишите в комментах, возможно, вам лучше понятно и видно, что это такое. Переработали систему торговых опций, у NPC, что позволяет нам настраивать их более гибко и давлять вещи, не предусмотренные в прошлой реализации системы. Например, теперь некоторые торговцы смогут обновлять только выкупленный ассортимент, а не весь сразу. Покупать предметы, лишь определенного качества, происхождения или уровня прочности, торговать с потребным, торговать с потребным снаряжением и так далее. То есть, если мы посмотрим сейчас на скриншоте, здесь у нас написано интересная штука, когда мышка наводит на ховер, появляется описание, точнее, на иконку появляется ховер-описание. Что здесь пишут? Интересно, у этого торговца цена продажи понижена на 1%, цена покупки снижена на 8%. Дальше, этому торговцу не особо, я так понимаю, supply, а, это то, что то, что он поставляет, я так понимаю, да, оружие, цена на оружие у него плюс 11%, цена на медицину у него плюс 40%, цена на алкоголь у него плюс 30%, то есть, доллар довольно все продает. Требуется ему то, что он хочет, я так понимаю, а, supply, это поставка, да, demand, это, по-моему, требование, если не ошибаюсь. Что касается брони, что касается брони, это, наверное, восстановление, я так понимаю, скорее всего, или нет, не уверен, что это значит, окей, не хз, сложно. Цена на разные расходники 0,5x, цена на драгоценность у него, я так понимаю, к покупке, да, скорее всего, да, 0,5x, цена на инструменты либо покупки-продажи, на инструменты 0,2 и на материал также 0,2. Окей, ладно, я не очень понимаю, вот это что значит, почему supply здесь стоит на вот этой части и demand на этой части. Demand, по-моему, требуется, что требуется, я могу ошибаться, скорректируйте меня, я, правда, я что-то не видел этого менюшки, как-то пролистал, деблог на первый раз читал. О торговце, информация о торговце появится также, в которой будет описано, что торговцу интересно, что он покупает, наверное, алкоголь, броня, драгоценности, различные расходники, инструменты, оружие и материалы. Написано, как же, да, тир снаряжения, видите, теперь, вот, все, отлично, то есть, я вижу, совпадает, то есть, вот эта вещь, это как раз таки показать тир снаряжения, то есть, нам теперь, опять же, будет легче гораздо понимать, какой тир снаряги у нас здесь продается, видимо, да, это удобная штука, на самом деле, да, видимо, это хорошо. Также написано, что по починке этого персонажа, он сможет что-то чинить, написано, что он может починить металлические предметы и стоимость починки ему будет состоять 100% от базы, вот такие дела, ну, приятно, удобно, очень крутое менюшка, как мне кажется, может быть понимать, что персонажа нужно и что ему требуется, плюс ко всему, написано, что обновление ассортимента у него происходит через 2 дня, вот такие дела, то есть, я скорее всего полагаю, что это не сколько ему требуется на цикл 2 дня, а скорее всего, через сколько у него обновится все снаряжение, и я думаю, это такая вот, такого рода характеристика. Торговцы получили информационные ховеры для облегчения понимания нюансов экономики, теперь узнать, в каких категориях предмета заинтересован NPC мы сможем, какие он дает за них цены и когда ждать следующее обновление товаров, да-да-да-да-да, это, это все понятно, может быть не только, а, определить это может быть не только лишь методом пропоошибок, большое значение появилось и различных товаров, производимых на предместях, вино, зерно, уголь, сидр и пиво будут по-разному востребованы в разных поселениях, позволяя игрокам торговой жилкой богатеть, сбывая их там, где на них есть спрос, ну, то есть, это по сути та механика, то, что мы уже с вами раньше говорили, механика экономическая, касаемая покупки товаров в факторах, покупаете, условно, в Озбруке пиво, везете его, не знаю, в Брин, продаете в Брине, его там за три дорога, получаете бабки, в Брине покупаете, не знаю, условно, там, говорю, а соль, продаете в удаленных деревнях, получаете за это, опять же, прибыль X3, то есть, такой вот, знаете, цикличный, как это называется, торговый круговорот, получается, ну, это все, опять же, намечено, не намечено, а, то есть, в принципе, в этом удовлении это будет вполне себе, возможно, торговля имеет место быть, дальше, ситуации появились, наконец-таки, заключенная часть сегодняшнего девлога, это ситуации в поселениях, которых уже упоминали в этом девлоге, и в предыдущих, в том числе, и теперь их немножечко опишут нам, разработчики, ситуации призван добавить живости деревням, а также дать игрокам новые возможности и вызовы при их посещении, все ситуации подделяются на положительные, нейтральные, негативные и экономические, а сейчас мы, о них, в общем-то, немножко почитаем и поговорим, иконочки тоже также появились, так понимаю, что, приходя в город, у нас появляется соответствующая менюшка, где будет иметься иконка того, что происходит в этом поселении, и уже по ней мы будем определять, что за хороший или негативный эффект у нас случились именно здесь, с чем мы можем столкнуться, давайте же посмотрим, итак, первое, поговорим о положительных, как следует название, дают главным образом бонусы и новые возможности, нейтральные могут иметь как положительные, так и отрицательные эффекты, а вот негативные ситуации усложняют жизнь в поселении в целом, в каждой ситуации обладают набором особых эффектов, а также может быть добавлять в поселение новых NPC и менять реплики или диалоги, что, кстати, между прочим, тоже интересно, еще и еще более живым мир делает в поселениях, всего в Рексту Ричис будет добавлено 12 возможных ситуаций, 9 особых и 3 экономических, ну такая вот ерунда получается, и вот как раз таки менюшка репутации озвука у нас здесь приведена в качестве примера, видно, что снизили максимальный порог по репутации, раньше, если не ошибаюсь, он был порядка 9000, если не ошибаюсь, да, по-моему, 9000 было раньше максимальная репутация, теперь максимальная репутация 6000, это первое, но также, в принципе, остались информационные, информативные иконочки, касающиеся экономики и прочего разного, плюс, что там интересно на скриншоте нам пишут, пишут цены на покупку медицины, на продажу медицины, алкоголя, получение, как это, репутации от контрактов, лимит контрактов снижен по времени на 33%, и доступность контрактов минус 1, чтобы отнять, то есть пока у нас низкая репутация, то есть видим, ага, то есть получается от того, насколько у нас высокая репутация или низкая, будет зависеть количество доступных контрактов к получению, по дефолту, вот при репутации до 500 у вас получается минус 1 контракт, как только повести количество репутации, у вас контракт будет скорее всего просто 0 здесь, ну то есть модификатор поменяется на 0, и со временем он будет либо увеличиваться, либо уменьшать в зависимости от репутации, прикольная между прочим штука, да, мне нравится, так, что еще интересно, положительные ситуации, ну, кстати говоря, видно, что какая-то дорогая ярмарка, первая ситуация, да, организованная страна, в случае торговцами, позволяющая закупиться множеством всякое всячное по выгодным ценам, то есть ярмарка, то есть у нас среди города будет появляться время от времени, как сейчас у нас приходит бранд, охотник города, то же самое будет только с ярмарками, с другими возможными NPC, по репутации, ярмарка приходишь, там покупаешь привет какие-то у торговца, возможно, как-то получишь бафы у шута, скорее всего, это будут именно бафы, судя по всему, между прочим, это Озбрук, между прочим, потому что вот этот персонаж яркий, кому-то Кнут зовут или что-то типа того, он живет именно в Озбруке, очень похоже на него, значит, Озбрук тоже немножко проработал, потому что непонятно, где эта площадь еще будет находиться теперь, вот, что еще интересно пишет нас, Гон, тоже положительная ситуация, распавняющие логово в зоне влияния поселения, увеличивающие количество животных в округе и привлекающие поселения, всегда готовых подорговать охотников, то есть, будет случаться время-отременная ситуация, когда появляется у нас эффект Гона, да, и вокруг города появляется огромное количество животных, в город приходят специальные торговцы, охотники, у которых можно что-то купить или что-то продать, то есть, опять же, прикольно, можно будет зарабатывать на охоте в том числе, то есть, если случился Гон, допустим, в Маншире, собираешь вещи свои, едешь из Озбрука в Маншир, там охотишься, кучу-кучу шкур получаешь и везешь их продавать там, где это будет выгоднее всего, например. Дальше, следующий положительный эффект, цветение. Значительно повышает количество спавнившихся в округе растений и грибов, повышает спрос на них медикаменты, а также в деревне появляется группа крестьян-собирателей, у которых можно будет приобрести собранные ими редкие растения. Ну, в общем-то, это такая больше как медицинская штука, что если вдруг цветение прокает, у тебя в городе появляется целая куча медицины дополнительной такой, знаешь, растительного характера, либо что ты можешь сам выйти на улицу и посмотреть ее ручками, что называется, да, такие дела. Нейтральные эффекты. Конкуренция. Конкуренция вызванная прибытием в деревню других наемников. Конкуренция уменьшает количество доступных контрактов в деревне и усложняет имеющиеся давляем модификаторы и уменьшает срок их выполнения, но взамен гарантирует куда больше наград для тех, кто с ними все-таки справится. Ага. Вот это, то есть я немножко был, скорее всего, неправ. То есть нет, от репутации, видимо, будет зависеть количество доступных контрактов, от именно ситуации в городе. То есть если у нас конкуренция, количество контрактов падает, но цена за эти контракты вырастает. Видите, как раз таки на картиночке видно, что порохнул эффект конкуренции или события конкуренции. В городе Осбруке у старосты пришел чувак, говорит, а есть ли у вас какие-то контракты? И первый раз приходит такой, а что, в смысле у меня конкуренция, сейчас дела. То есть, по идее, может взять тот же самый контракт, который возьмет от человека, так понимаю, плюс-минус. Вот, выполнить его быстрее и получить за него деньги. Ну, я так понимаю. Интересно это у вас, прикольная вещь, правда. Необычно. Раньше такого даже и мечтать не могли об этом. Паломничество привлекает в деревню группу нахвок, стараствующих по святым местам. Они смогут надолго благословить вашего персонажа, а также увеличить прирост репутации и дополнение контрактов в склепах и катакомбах, но повысят спрос и соответственно цену на еду и медикаменты. Мгм. Ну, на самом деле это прикольная штука, потому что повышение репутации и заполнение контрактов в склепах и катакомбах это жирно, это вкусно будет. Даже пускай не повысит цену на медицину, мы уже поняли, что без медицины тоже можно играть. Мы уже это тестили, как раз таки сейчас у нас стоит прохождение до 100 дневное. Да-да-да. Окей, окей. Дальше. Подкрепление означает, что в поселение прибыл дополнительный гарнизон стражей снижает количество врагов и шанс засад в окрестностях, а также повышает спрос на еду и алкоголь. Помимо этого убийство врагов в округе будет приносить вам репута... О-о-о. Кстати говоря, у меня важный момент. Теперь убивая врагов в пределах поселения, где-то плюс-минус, да, там, в низких клетках от поселения, вы сможете получить репутацию при эффекте подкрепления, я так понимаю. Прикольно. Типа, видите, опять же, еще один момент, где мы сможем взорвать репутацию для конкретного поселения. Удобно и интересно. И негативные ситуации. Результаты провала контрактов, за счет засевшим в подземельях бонитов и культом оказывается некому помешать. Первая ситуация называется опасные контракты. Появляется при провале или игнорировании контракта на бастион и может привести к следующим ситуациям, которые повысят шанс засады в округах, ну, то есть, вокруг города, а также снизят размер ассортиментов у торговцев. То есть, если ты не взял контракт или просто провалил его, у тебя количество врагов в округе повышается и снижается количество ассортимента, которое есть у торговцев. Интересно. Дальше. Если не выполняешь контракты с некромантами, появляется эффект ночной кошмары, из-за чего сон в округе будет хуже бороться с усталостью. Перестанет давать бодрости, не будет... Ооо, восполнять рассудок и мораль, нифига себе. А вот эта, кстати, игра очень неприятная штука, прям совсем. То есть, что говорят? Если у вас эффект ночные кошмары появляется, вы не сможете сном получить с себя бафы бодрости, что очень важно, очень сильно влияет на вашу усталость, это первое. И второе, вы не сможете восполнять сном рассудок и мораль, что было, в общем-то, одним из самых эффективных способов, ну, как бесплатно и быстро их можно было восстановить, что очень плохо. А также написано, что особо будет хуже бороться с усталостью. Если раньше, условно, нужно было поспать 8 часов, теперь нужно будет спать, там, не знаю, ну, условно, 12, чтобы персонаж выспался. Плохо. Дальше. Еще негативный эффект называется поветрие. Это что касается паразолитов или наших вампиров. Отравляя растения, животных и жителей в округе. То есть, у нас появляется какой-то близнотродный такой эффект, он будет как в виде дымки, такой зеленоватый, распространяться по городу, будет вызывать отравление растений, животных и жителей в округе. Ну, с животными и растениями понятно, что мы просто не сможем скорее всеми им пользоваться и собирать. А что касается жителей, интересно прям посмотреть, какие эффекты будут получать жители от эффекта поветрия, когда они будут отравлены. Вообще непонятно. По имя этого, слухи о бедствиях постигших поселения снижают частоту, с которой обозы с основанием приходят в деревню, генерируя прогрессирующие со временем негативные экономические ситуации. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. То есть, помимо того, что у вас случилась неказимная ситуация, по земле пойдут слухи, которые также будут ухудшать ситуацию с экономикой в этом городе. Интересно. Это будет влиять на ассортимент и повышаться цены, соответственно, будут у нас интересные. Да, нарушенная логистика, так понимаю. Или разрушенная, скорее, логистика. Угу. Цены почти повышаются. Часто восстановления продукции или ассортимента повышается. Доступное золото снижается. Цены. В стоке. Почему-то снижены, чтобы не значило. И-хи-хи. Интересно, интересно. Дальше. Положительные нейтральные ситуации действуют на ограниченное время и могут быть активны лишь в одном поселении на карте. Негативные ситуации не пропадают сами с собой, однако избавиться от них довольно просто. Для этого достаточно выполнить контракт на связанное с этим подземелье или подождать, пока с этим справится кто-то другой. После чего на некоторое время в поселение не вернется обычная жизнь. То есть, в общем-то, негативные эффекты не будут иметь такой, знаешь, катастрофически неисправимый эффект. Вы всегда сможете прийти в данж и просто-напросто пройти его заново и тем самым сняв, грубо говоря, проклятие с города или наоборот получив какой-нибудь положительный эффект дополнительно. Вот. И опять же, я буду работать только в пределах одного поселения, в котором, видимо, вы и находитесь. Или ближе всего к кому-то вы находитесь. Вот. На это все, ребятки. Это был предпоследний девлог перед выходом крупного обновления. В следующем девлоге разработчики с нами подняются обязательно информацией касаемо того, когда же выйдет новое обновление глобальное, которое мы уже ждали целый год. В общем-то, выйдет караван, поменяется генерация новые механики появятся с последователем. У нас изменится что еще? Ну, помимо экономики. Случайные события, форты, фактории, торговля, медицина. Короче, много-много чего поменяется в игре. Просто масштабно какое-то крышесносное обновление нас ждет. Так что, ждем, 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 ждем. Жду от вас лайков, комментариев под этим стримчанским. Не стримчанским. Я заговорюсь. Поздно. Час ночью. Да. Под этим видео, ребятки, жду комментарий от вас с вашими мыслями и идеями. У микрофона был Кэп. Не забудьте подписаться, поставить лайк или дизлайк, что вам нужно. И обязательно приходите на стримчики в 21.00 МСК. Всем до скорой встречи. Увидимся в скором время на стримах. У микрофона был Кэп. До скорого. у микрофона был Кэп. Продолжение следует...